Фёдор Емельяненко Фёдор Емельяненко Фёдор Емельяненко времени ни на что, кроме официальных встреч. Тем не менее, легендарный боец успел посетить несколько омских клубов, где культивируются смешанные единоборства, в том числе «Сатурн», где Фёдор даже принял участие в тренировке омского бойца Александра Шлеменко. Я обязательно постараюсь приехать за пару дней до чемпионата России и уже поработать с ребятами ГКВ. Сегодня Саня задал один вопрос, мы немножко разобрали по технике, главное, чтобы он наработал дальше. Вот. Самое главное, у ребят есть бойцовский дух и огромное желание, стремление и заниматься, и выступать, побеждать. И их результаты, вы видите, что, в принципе, они работают в правильном направлении. Грядущий чемпионат России наверняка откроет новые имена в смешанных единоборствах. Уникальный шанс проявить себя получат и молодые омские спортсмены. Но сначала всем участникам предстоит пройти тяжелейший отбор. В прошлом чемпионате, с учетом всех предварительных стадий, выступили почти 4,5 тысячи бойцов. При этом до финального турнира в Омске дойдут не больше 150. Отбор может, скажем, и откинуть сильнейших, и выявить новых молодых ребят. У нас, в принципе, такое уже происходило. Но мне интересно, конечно, тяжелый вес. Я же всю жизнь бился в тяжелом. Конечно, и легкие веса, и настолько интересные бывают. Уникальные ребята, прям открытие. У нас многие переходят в профессионалы, выступают удачно в любителях. Уже определена и площадка для проведения чемпионата России 2015. Турнир состоится в СКК имени Виктора Блинова. Эта арена уже обкатана несколькими соревнованиями по ММА, в том числе международными, а вместимость комплекса 4-5 тысяч зрителей, вполне подходящая для турниров такого уровня. И за два соревновательных дня может обеспечить чемпионату солидную аудиторию. Сегодня мы уже сразу продумываем о том, чтобы не просто гости приехали, ребята-спортсмены в Омск. Мы знаем, что у нас есть много достопримечательностей, которые сделаем. Культурную программу, спортивную программу. Мы посмотрели сегодня тренировочные залы, определяемся с местом проживания. Поэтому 50% сегодня готовности у нас уже есть.